Череда поджогов машин в Симферополе. За последние две недели в городе было сожжено 14 машин. Очередной поджог произошел в ночь с 12 на 13 ноября. Неизвестные сжигают оставленные во дворах автомобили по ночам. Причем только в одном районе Симферополя, Киевском. Эта девушка живет в доме рядом с местом, где уничтожили одну из машин. В некоторых случаях за ночь поджигали по 2-3 машины. Поджоги автомобилей вызвали резонанс в городе. Симферопольцы считают, что если нет гаража, обезопасить свою машину от поджога. Практически невозможно. Подожди. А может, хотят, чтобы поставить эти машины на стоянку. Кажется, не получится. Безопасно. Это 100%. Не все же машины держат гаража. Поверьте, могут и гаража так же поджигать. Не все же частные дома. Но в России порядок есть. У нас органы специальные для этого, которые должны заниматься этими делами. Полиция никаких официальных версий не оглашает. Издание «Крымские новости» со ссылкой на свои источники в МВД сообщает, что связи между политикой и поджигателями не прослеживается. Машины поджигают не из-за политических взглядов и предпочтений, а бессистемно. В Симферополе были факты обращения граждан по фактам возгорания автомобилей. По всем данным фактам назначено проведение экспертиз, по результатам которым будет принято соответствующее процессуальное решение согласно действующему законодательству. Возбуждено шесть уголовных дел по факту поджогов. Собственники автомобилей страховых выплат не получат. Об этом сообщили эксперты. В Ассоциации «Крым автотехэкспертиза» заявляют, что страховка ОСАГО не покрывает такие случаи. А КАСКО – только в том случае, если при подписании договора со страховой компанией по желанию автомобилиста был включен пункт страховка от сожжения.